И так, всем привет, с вами Дамгай, продолжаем играть за США в World of Blaze И мы уже очень близки к войне с Японией Наш флот уже, в принципе, я бы сказал, готов Мы тут достраиваем уже дополнительно, но по факту это все пойдет уже, так сказать, в наши резервы Наш флот уже более-менее готов Нужно будет потихоньку уже передвигать его сюда Готовить уже боевые группы Нам нужно будет, скорее всего, разделить флот пополам Ну, отдельно еще пойдут, очевидно, все подлодки Очень большое количество эсминцев пойдет тоже отдельно Наверное, я еще вот здесь вот тоже некоторые вещи сделаю Что-то типа, запрещая им некоторые регионы Чтобы вся моя логистика шла в определенных регионах Типа чего-то такого Тут какие-то вещи тоже такие же сделаем Посмотрим, как бы Чтобы случайно где-то здесь мои корабли не оказались Вот Ну, опять-таки, это сейчас Потом еще может что-то поменяться Готовимся, мы сразу засаживаться вот здесь Начнем мы по островам прыгать Мы сюда поставим парня, у нас есть как раз-таки Давайте-ка Найдем его А, вот и он И ему сразу мы берем перк, охотник за островами Потому что это уменьшает время на подготовку Это, в принципе, нам здесь очень пригодится И плюс еще здесь, видите, непереведенные Плюс атака для морской пехоты И для механизированной морской техники Вопрос только на команды это распространяется По ощущениям нет Но если мы заменим вот это все на Морскую пехоту Слушайте, а А они все-таки получше в защите будут? Намного прям Организация Прочность точнее больше Организация чуть побольше Они прям Реально солидней Но, видите, растет это что-то на фронте Хотя, ну При росте прочности Такой Как бы, типа и норм Целось бы, да? Хотя нет Вот такая дивизия будет морская Морская пехота вместо нашей этой, да? То есть, в принципе, они чуть получше Но как раз-таки они для прорыва сделаны Угу, угу Ну и самое главное Не забывать, что они намного лучше будут сражаться в джунглях То есть, в принципе, мы их раскачаем и норм Да, эта дивизия только для атаки Но Привыска именно атака и нужна Так что я считаю Что проблем с этим нету Нужно нам еще будет заняться немножко Организацией обороны на островах Ну, острова тоже надо будет гарнизонить Все наши обязательно Но так, плюс-минус, мы и готовы Всегда, когда запускаешь сразу мод Здесь некоторые проблемы с торговлей Забрасываются все Значения ресурсов у стран Заново здесь Торговлю сделать Ну, не сложно У нас тут есть решение Я не знаю, насколько Так, но можно было его нажимать Но я просто этого не видел Можно отправить 3 военных завода китайцам И получить еще плюс-5 поддержку воины в конце Я думаю, да, нам эту кнопку вполне себе можно и нажать Еще тут ресурсы развиваем Вольфрам В основном хром Дополнительно Алюминий тоже мне хотелось бы построить Но таким решением его не получить Сейчас мы получим его через фокус Прекрасный на Сколько тут будет? 15 алюминиевых заводов Если что Даст нам плюс-25 На 15 И еще Уйдет Короче говоря Не хватит, честно говоря На фоне чего Знаете, что думаю У нас угля дофига У нас угля дофига Нам нужно будет построить Я думаю Самим еще алюминиевых заводов Побольше, пожалуй Я думаю, да Уже пора подзаказать Только они будут очень долго строиться Я думаю По несколько Вполне себе можно добавить Себе будет Ну, типа такого хватит Пока что Потом, я думаю Нам то же самое Надо будет делать с резиной Но попозже Когда у нас кончится резина Вот эта Ну и будем надеяться Что мы сможем удержать Вот здесь территория И как бы Что Эту резину мы не потеряем Очень важно ее контролировать Честно говоря Итак Мы начинаем немножко Реорганизировать наш флот И начинаем с Сминзов первого уровня У них всего 26 прочности Это примерно Буквально пару выстрелов Так что они В бой вступать не будут Отделяем отсюда Все подлодки Также Примерно вот таким вот образом Я думаю И смотрите-ка У нас уже Не такой что я большой флот Здесь Ну как небольшой Небольшое прикрытие у нас Вот Давайте теперь займемся Наверное Самым Лучшим Да Плотом Именно тем Которые вступят в бой В первую очередь Давайте сделаем Сначала вот так А затем Будем Самые лучшие Наши авианосцы туда Ну и линкоры Лучшие И так далее А еще Мы же помните Достраивали кое-что Что у нас сразу не было Давайте Доапаем здесь Что еще не апнуто Походу только Этот один авианосец И не апнут Еще по-моему Были парочку линкора Давайте их тоже найдем И обязательно Проапаем К войне У нас еще есть на это время Вполне себе Да И тогда еще Вот так подождем И сейчас У нас есть Свободные верфи Не заняты Я бы сказал Вадим повыше Перекинем С допустим Вот этой фигни Еще чего-нибудь Есть Давайте посмотрим Как это закончится Все в ноябре Слушайте Достаточно близко К опасным датам Я бы сказал Но в целом Нормально Можем еще Знаете что мы сделать Вот здесь вот Подставить Стимулирование Нет не это Вот Подоходный налог Плюс 5 производственности В верфи И объем производства Тоже нам пригодится Я думаю А я филиппин решил Полностью застроить Севой базами Потому что Ну как бы Пора Пора И скоро Скоро у нас тут Инфраструктура достроится Ну 49 дней Еще чуть-чуть надо подождать Но да До войны успеет Самое главное И давайте Пожалуй начнем Линдлис уже Вот этим ребятам Давать Да Как бы Америка Щедрая страна Давайте им Вот так будем Передавать Давайте им Процентов 20 Этого Процентов 20 В принципе можно Всего нашего Производства Кроме Ну чего-то Чего-то прям Ценного Наверное Потому что Ну почему бы и нет Пускай Они сражаются Нашим оружием И мы вместе Уничтожим Нашего общего врага Ну типа Как-то так Смотрите Вначале Куча просто Пехотки Наверное Еще вот этой Тоже можно Тяжелой Пехотки Скинуть Что у нас Есть лишнее Истребители 280 Старых 1000 Ну таких Пойдет Танков 10% Того Что у нас Не так много 20% Того Что мы Производим В принципе Хорошее количество Хуча еще Лайтов Скинем им Ну я думаю Должно им Хватать В принципе Танки Вот эти Вот я В процентах Не буду Потому что Они у нас Скоро Переключатся Не хочу Обновлять Лендлис Несколько раз Думаю На этом Все Пускай Радуются Самое Большое что Бесит В этих Островах Что там Нельзя Морскую базу Улучшить Черт возьми Почему Типа Ну абсолютно На мой взгляд Несправедливо Это Потому что Как-то Ну Припасов Не хватает Просто Напросто Типа Реально Не хватает Еще здесь Еще сверху Минус 50 Накинуто И сиди Думаю А что делать А ни хрена Все Сколько Первый левел И сиди Кайфуй Слушайте Я думал Об этом Сначала Да Подоходом Налоги А потом Подумал А почему Будем взять Вот это Время подготовки Потеря опытных бойцов Там очень Пригодятся Ну Мэн Пауэр Окей Так Полуполезный опыт Конечно Тоже Классно Все Время подготовки У нас У нас Дивизии Миллион Дет Готовятся О А там Почалось Почалось Да Да Ребята Не повезло Вам Но мы И Монголия Безусловно Без Монголия Там Советский Союз Не справится Но Мы Отправляем Должны Как им Помогать Плюс Будем нажимать Кнопочкой По мере появления Вот здесь Вот И Ура Чуть Сказ Товарищи Но мы Играем Немножко За другую Сторону Так сказать И Вот оно Наши Алюминиевые Заводы Мы еще и Я думаю Нашим ребятам Будем Да Кучу алюминия Давать Ну и Надо все равно Достраивать Обязательно Это все еще Не наш Лимит Так сказать По запросам У нас запросы Будут только увеличиться У нас еще Несколько сотен Заводов Добавится Так что Да Все только растет Но мы начинаем Делать кучу Просто Стратегические Бомбардировщика Как можете Видеть Всего вообще Много И я думаю Есть смысл Вот это взять На воздушные доктрины К войне Ну и Есть еще Возможный смысл Себе Доктрины Качнусь Вот таким вот Образом Взяв Здесь Фокус Но Если у нас Что-то еще Важнее Вот это На самом деле Прямо сейчас Нет Мы не строим Конвоя Синтетика Нас еще Подождет Слушайте Давайте вот сюда Выйдем Здесь тоже Очень Неплохие Вещи Тут еще Танковая дивизия Будет Ну и Вон 4 Доктрины нам Дадут Как бы Да Давайте Пойдем И Самый главный Вопрос 18 дивизий Национальные Это нам Просто 18 Дадут Или 18 В каких Штатах Судя по Судя по На все Штаты Но Обязательно Мы их Думаю Сюда Будем Куда-нибудь Переправлять Потому Что Здесь У нас Не хватает Дивизий Эти Обучаются Медленно Ну Мы Как Смогли Забустили Деплойность Мы Не сможем Пока Там Не Будет Где-то 80 Так Что Да Нам Просто Нет Куда Пока Взять С дивизии А Здесь Наши Авианосцы Плюс-минус Готовы Там Еще Один Доделается Но Мы На них Начинаем Тренировать Авиацию Когда Делается Вот Этот В принципе Не так Что И Не так Что И далеко Эта Дата Он Его Мы Тренируем На нем Авиацию Здесь Сам По себе Натренирован Возможно Стоит Еще Посмотреть По Эсминцам Если Какие-то Старые Эсминцы Легенькие Вроде Как Нету Есть Вот 42 Сколько Вас Ребята Вас 17 Ну Сейчас Подумаем Что С ними Делать Как бы Нам Нужны Эсминцы Очевидно Покрепче Да Еще Вторые 28 Еще Хуже 9 Вас Эти 54 Эти 56 Эти 50 В принципе Остальные Все Окей И Мы Кроме Того Еще Их Вроде Достраивали Да На самом Теле Стоит Поднять Так Я Думаю Эти Прекрасные Корабли Потому Что Нам Нужны Сейчас Эсминцы В Больших Количествах Более Того По Моему Да Мы Исследовали Новые Эсминцы Которые Чем Они Лучше У них ПВО Просто Безумно Много У них Глубинных Бомб Тоже Попольше Будет Что Да Я думаю Они Нам Привлекательнее Будут Давайте Теперь Их Тоже Закажем Мы Просто По жесткому Влаживаемся В ПВО Как я Понимаю Ну Я так Понимаю Это Такие Историческое Развитие Этих Вот Всех Кораблей Как Они Шли Что Авиация Становилась Очень Опасная И Вместе С Эсминцы Потому Что Нам Очень Не Хватает Прикрытия И В будущем Мы Перекрытия Будем Тереть Больших Количествах И Я Тут Занимался Немножко Реорганизацией Всякого Флота Да Тут Уже Подлодочки Туда Эсминцы Сюда Подлодочки Другие Туда И Хуяк На Меня Напали Нападение Оказалось Рядом Неожиданным По Моему Дата Нападения Через Пару Месяцев Всего Тем Не Менее Нам Уже Там Толкают Речь О Том Что У Нас Там Это Туда Сюда На Нас Неожиданно Напали И Блин Реально Неожиданно Слушайте Я Хочу Механ Разворачивать Во Первых У нас Куча Всего По Решениям Надо Да Военный План Оранжевый А Позже Пожалуй Это Все Мы Пока Подтерпит Это Нам Там Нужно Далее Переговоры Помните Я говорил Что У нас Еще Это Не Финальные Вещи Вот Это Уже Финальные Верчи Давайте Начнем С Форда Так Быстро Перепрофилирует Заводы Плюс 25 Выпускай Скорость Постройки Как Вам Такое Сейчас У нас Здесь Будет Перепрофиляция Заводов Полноценная Это Пока Что Нам Не Надо Хотя Вообще Потом Пригодится Да И Видите У нас Стратегия Минус 15 Получат Господи Наша Промышленность Сейчас Просто Будет Ну Зверски Зверски Расширяться Нам Нужно Продолжать Механизацию Механ Распуск Этот Мобилизовывать Весь И Блин Да Я Не Полностью Готов Давайте Прекращаем Срочно Тренировки Всего Что Нужно Нам Вот Этим Дивизиям Всем Пускай у них Появится Командующий Обязательно Еще Кто это Будет Вот этот Парень Выглядит Как Хороший Генерал Сказал Я А у него Лимита Нет У нас Есть Кто-то Хороший На Нормальный Лимит Вот этот Парень Выглядит Как будто Нормальный Да Пойдет Или Вот Это Давайте Вот Это Пехотный Тем более То Что Нам Надо Кстати Говоря Еще Экспертов По Пехоте Мы Поставим Фильмаршал Тоже Макартура Можно Поставить Эсенхауэр Кстати говоря Поставить Было бы Очень Неплохо Но Всящий Стратег Да Но Наоборон Давайте Макартура У него Статой Просто Шикарная Честно Говоря А Вот На Это Наоборону На Атаку Вполне Все Можно Поставить Уже Будет Эсенхауэр Давайте Вот Так Он Будет Контролировать Хорошие Все Так Вещи Поэтому Ты укрепляешься А Ты Наоборот Мастер Наступления Игрессивно Нападающий Мастер Снабжения Отлично Так Чрезвычайно Практическая Сила Нам Еще Нужна Кстати Говоря У нас Благо Есть Команд Очки На Это И Давайте Смотрите Бронетранспорты Сверя Помните У нас Там Есть Баф Да Арсеналы У нас Теперь Еще И На Механ Весь Баф И На Стратег Но Начнем Мы С Пожалуйста Эти Кнопок Так Небольшая Инфляция Никому Не Навредит Да И Сотрудничество Вот Здесь Вот Баф 25 Скорости Исследования 25 Скорости Роста Производства Вы Просто Видите Какие Это Безумные Баф И Как Я Сказал Это Еще Только Начало Только Начало Мы Сейчас Вот Еще Попрожимаем Господи Сейчас Такое Будет Только Флот Надо Успеть Довести И Вот Туда Точно Будет Вот Так Выглядит Наша Дивизия Механизированная Машины Разведки Мне здесь Не нравится Но Мы Здесь Кое Что Поменяем Еще В ней Конечно Ж Главное Их Дорасворачивать Снаряжение У нас На них Есть Есть Тут Все Заполнится Отлично И Надо Потом Сразу Куда Мы Хотим Этот Механ Отправить Потому Что Очевидно Сюда Вряд ли Да Возможно Нам Планируем Исторически Саживаться Хотя Здесь Вроде Британцы Сами Справляются Я думаю Этот Механ Поедет Частично В Европу Но Частично Давайте Укрепим Индию Обязательно Так Япония Там Всех Призывает Нас Союзники Да Обязательно И Теперь Нужно Аккуратненько В авиацию Расставить Кучу Всего В общем Это Нам Надо Сделать Нападение Внезапно Реально Неожиданно На Филиппину Уже пошла Адская выстка У меня войска Еще не успели Восстановить Аргу И укрепиться Кажется Красная Но На самом Деле Атака У нас Огромная Защита У нас Просто Гигантская И У нас Все Окей Это Иллюзия Просто Там Куча Двизи Этот Чел Отступит Они Отступят Все Потому Что Он Только Один Может Дойти В бой И Единственное Что Не хватает Еще Здесь Это Штурмовиков Давайте Добавим Пожалуй Тактические Бомбардировщиков Штурмовики По-моему Здесь Слушайте Отсюда Не дотянутся Если сюда Перемещу Дотянутся Надо будет Чуть Переместить Попозже А вот И то Что Нам Не даст Победить Эту Войну За Пару Недель Торпедный Кризис Бам Торпеда Атака Минус 80 На всех Кораблях Морская Атака Минус 80 До 25 апреля 43 года Полтора года Ребята Это будет у нас Висеть Полтора года Надо будет Аккуратненько Играть Но Я думаю Мы справимся Время Тут у нас Подошел Новый Тик Помощи СССР И Можно Гражданскую Можем Синтетику Им дать Я думаю Начнем с Гражданской Промышленности Опять таки Бустанем И Я тут Понял Что Надо Все таки Вернуть Наверное Время На дивизии По одной Простой Причине Они Не заполнены Сейчас Поедут До Самой Так сказать Индия И кроме того Давайте Сделаем Вот так Тоже Для безопасности Наших Кораблей Ну Вот Как-то Так Пожалуй Даже Да Да Выгляд Более Менее Безопасно И У нас Еще Гвардия Задеплоилась Сейчас Мы Все Отправим На Филиппины И Клотово Только Перед Этим Сделал Из них Пожалуй Нормальные И здесь Вот такие Они В целом Они Окей Но Мы же Хотим Чтобы У нас Все Было Элитным Так что Эти Ребята Становятся Элитными Гвардейцами И едут Вот сюда Пока Что Что Давайте В Порты В Основном Чтобы Потом От Них Быстро Из Них Выехать И Тренируются Чтобы И хотя бы Было Ну Не было Дебафов И Винтик На Канаду И Я Так Понимаю Это Как Раз Влечение Алюминия Виде Там Алюминиев Компания В Канда Стейдж Это Видимо Нет Ну Типа Да Мы Хотим Алюминий Больше В Канаде Видеть А Мы Хотим В принципе Видеть Больше Алюминия В Этом Мере И Мы Строим Поэтому Алюминий Я думаю Можно Даже Немножко Добавить Еще Все Таким Мы Эти Достроили Стало Получше Дышать Но Это Не Предел Можно И Время Подготовки Минус Десять Нам Это Очень Важно У нас Сейчас Не Увидеть Не Хватает Скорость Строительства Военных Заводов Плюс Двадцать Ну Верфи Нам Как бы Не Нужны Честно Говоря В этом General Motors Приятно Но Самое Главное Всеобщая Мобилизация У нас Становится И ТНП Становится Еще Меньше Объем Производства Растет На Сорок Процентов Скорость Превышение На 75 Тоже Полезно Ну И Военные Заводы Еще Плюс 20 Ну Там Нефть Это Уже Так Дополнительные Плюс Поддержка Войны У нас Не Будет Падать У Нас Там Есть Прекрасные Плюс 2 Процента Так Что Ну Мы Просто Зверь Теперь А Начинаю Немножко Нашей Авиации Тут Искать Вражеские Подладочки Они Тут Видите Обитают И Как бы Пора Их Выбамливать Что У нас По урону 40 урона Здесь Так Что Если Мы Попадаем То Мы Просто Треть Подлодки Сносим Я думаю Это Приятно Кстати Говоря Там Иран Капнули Гораз Таки Персидский Сейчас Корридор Будет И Здесь Пока Советская Союз Более Менее Держится Нормально Сколько Мы Ему Ждали Ну Пока Еще Не Так Много На самом Один Момент Подождите Вдохновить Вдохновить Наверное Стоит Эх Достроим Вот эти Корабли Наш лот Принципе Будет Более Менее В Боиспособном Состоянии Я думаю Подлодки Будем Выбивать Пока Что Нам Ничего Не Угрожает Нам Надо Просто Сидеть Ждать Пока Вот Этот Дебав Спадет После Этого Мы Будем Готовы Просто Меститься До Прокинуть Шансы Я думаю Все таки Никакие А еще Странный Факт Странный Мем Вот так Снабжение Не хочет Ити А вот Так Вот Только Может Ити И Получается Что Здесь Они Всегда Через Воровские Конвои Ходят Очень Неприятный Факт Я думаю Ну что Давайте Все таки Эту волну Мы Закончим Уже Вопросы Нам Дадут Какие то Шаблоны Хорошей Хороших Механизированных Дивизий Сердце Обороны Женщины В армии Танковые Эксперименты Нет Значит Давайте Мы будем Вот этих Вот Модифицировать И Очередная Выставка От Японцев Давайте Мы Поможем Нашим Войскам Вообще Достаточно Опасная Потому Что Там Только Одна Наша Дивизия Вторая Это Филипинцы Надо Срочно Укреплять Итак Фокус Прекрасный Есть А Теперь Стоит Подумать Сигра Вот И Я думаю Этот Фокус Нам Нужен Все Таки Уже Объясню Почему Вот Почему У нас 200 На Переброску 200 300 Для Траговли Нам Не Хватает Конвоев Так Что Сейчас Мы Дефитим Вот Эти Все Корабли Начинаем Просто Жестко Производить Конвои И Бежим Вот За Этим Бафом Вот Так Я должен Был Делать Почему Я так Не Делал Не Знаю И Порт Там У меня Конечно Не Прикрыто Было Ну Что Ж Будем Пробиваться Там Просто Связь Здесь Некоторые Проблемы Надо Еще Хотя Б Эффективность Так Вот Повысить Давайте Постойте Я Понаду Просто Дефит А не Сами Себя И Сами Истыщат Типа Так Вот Если Хочет Тупить Валент Средники Ребята Да Без Проблем Можем Сделать Из Нашего Доминиона Филиппина В Колонию Ну Почему бы Нет Да Окей Китай Просит У нас Генерала И Блин Вопрос Как его Отправить Макартура Не Хочется Предлагают Еще Стивула Но Вообще Честно Говоря Нам Он Тоже Нужен Потому Что Он Может 18 Человек Вмещать Блин Он Брэдли Бо Отправил Чего Мне Нравится Но Макартура Мы Не Отдаем Точно Эйзенхауэра Мы Не Отдаем Точно Но Я Так Понимаю Стивуал Уходит Вам Да И Тогда Мы Сюда Ставим Амара Брэдли Что Остается И После Череды Просто Безумно Страшных Сражений Мы Смогли Отсюда Выбить Японцев Господи Это Было Супер Стремно Благо У нас Хотя бы Воздух Помогает Периодически По Снабжением Проблемы Я Между Делом Тут Так Пожалуйста Дайте мне Контроль Сделал Сидивизии 20 Шириной Потому Что У нас Вот Здесь Вот Двадцатки Нужны Здесь 40 Ширины Фронта И Здесь Горы Тоже 40 Ширины Фронта В первое Время У нас С этим Были Проблем Потом Я Перепрофилировал Свои Двизии Стало Получше Здесь Там Все Если Что Нужны Тридцатки Прокращаю И По-моему Эффект От этого Просто Ну Шикарный Посмотрите Где Остался Фронт Конечно Ладно Не будем Слишком Брать Много На себя Мы Конечно Помогли Советскому Союзу И неплохо Да Особенно Я думаю Танками И авиацией Но Объективно Говоря Бывало И Польша И Ишки Дождают Польша Я думаю Все-таки Вот эти Бафы СФК Которым Я говорил В своем Видео Про Советский Союз Как раз Таки И Сыграли Здесь Основную роль Там Много Больше Терри Можешь Делать Фокусов Перед Этим И Еще Там Некоторые Блюхи Тоже У него Посильнее И Вот Уже Типа И Зима И Все Если У меня Был Такой Фронт В декабре Здесь Я бы Просто Кайфовал Все То есть Ну Это Это Уже Выигранная Война Германия Здесь Нам Мы Уже К этому Близки Вот Сейчас Я Уже Фронт Укреплю Финально Господи Пожалуйста Дайте Мне Добить Этого Японца Просто Он Вот Такой Вот Но Просто Безумный Японец Я вам Сейчас Покажу Почему Они Такие Безумные Как У меня Вайскаус Дойдут Добьют Этого Парня Переключусь На Японца И покажу Что У него Там Забав Это Просто Сумасшествие И Это Вот Здесь Вот Блять Порт Еще Один Взяли У нас Ну Это Уже Проблема Будущего Меня Ха Ха Вот А давайте Переключимся На Японцев Я вам Покажу Против Чего Мы Воюем И так Вот Она Прекрасная Страна Японии И Давайте Начнем С самого Легкого Да Так Сказать Ну Здесь Неплохие Бафы Тут Все Доктрины Почти Что Выкачено Да Ну Ешки Надо Доктрины Качать Она Их Не Качает Но Это Это Как Было Дальше Здесь Из Сильных Бафов Вот Это Вот 10 Просто Атаки Защиты Восстанавливания Дивизии Просто Из Ничего Да Ну Почему Как Б Нет Далее Вот Это Сильный Баф На Флот Мы Пока Что Еще С Не Не Так Сильно Встречались Это Просто Куча Приятного Убийства Вот Морские Бафы Просто Безумные Вторжение 50% Намного Быстрее Вся Авиация Бомбит Просто Супер Жестко Флот Бомбит Японский Очень Жестко Но Но Скажете Ну это Как бы Можно Переждать Тора Переждать Твои Торпеды Да Мы Не Воюем Теперь Мы Идем Вот Сюда 60% Атаки И защиты Против Всех Союзников 80 Расходов Припасов Эти Японцы Здесь Стояли Им Просто Была Похуй Им Не Нужно Снабжение Они Питаются Верой Императора Просто Они Помолились Императору Все Они Готовы Воевать Еще 10 Дней Вперед Скоро К Восстановление Тоже Безумные Цифры Просто Они Моментально Восстанавливают Организацию Моментально Восстанавливаются И Моментально Вон Идут В контратаку Атаку 60% Бонусом Нам Нужно Будет Еще Продержаться Полгода Против Этого Говна А Вот Так Вот Выглядит Для Игрока На самом Деле Ну Для Игрока Примерно Тоже Самое Только Оставление Еще Тридцатку Набросили И Набросили Еще Ну Так Казуальных Я так Понимаю Месяца Два Или Три Сверху Безумные Бафы Они Здесь Не Умеют Балансировано Как-то Все Это Делать А тут Я еще Видел Какой-то Баф Для Ишки Но Он Проходил Я просто Отыгнулся Посмотреть Вообще Что Там Почему У меня Так Сказать Больно Бьют И Фикс Ну Ладно Вот Здесь 5000 Эффективности Как В принципе Нормально В принципе Всегда У Ботов Здесь И Я Слушал Здесь Еще Есть Баф На Базовый То Сразу Все Заводы Моментально Готовые Но Я его Так Не Нашел А Вот Здесь По-моему Особо Та Его Нет То Есть Рост Сохранение Кап А Плюс Базового Не Найти Ну Да В общем Това Безумная Партия Нас Ожидает Боли Страдания Ближайшие Полгода Год Но Потом Все Намного Проще Станет И Будем Мы Уже Планировать Выстку Вот Сюда Параллельно Скорее всего Сюда А Японию Ядерками Захуярим В принципе Все как обычно С вами Ред был Дубгай Подписывайтесь Если вы Еще вдруг Не подписаны Лайки Комментарии Все как обычно И до скорых встреч Пока